В Агрогородке Стытычево целый квартал заселен сплошь молодыми многодетными семьями. Среди уютных одноквартирных новостройки дом семьи Юхнюк. Уже год почти в городских условиях здесь живут мама Анна, папа Александр и пятеро их детей. Старшая, правда, сейчас отдельно. 19-летний Кирилл служит, Настя поступила в Полеский университет. Рядом с родителями 13-летний Рома, 9-летний Денис и 5-летний Максим. Помогают уроки делать каждый день. Один раз мы морковку перебирали, у мамы ноги. У мамы все болело, и она пошла домой. А мы с Настей рвали морковку, и я ее возила, а Настя носила. Несмотря на статус матери-героини, Анна дома не сидит, работает в школе. Папа трудится в местном хозяйстве трактористом. Оба простые и очень скромные. Создав большую семью, поняли, ютиться в старом деревенском доме тяжело. Новый дом, который по площади, как две квартиры, 114 квадратов. Семье построило государство. В таких хоромах и кухня просторная. Ведь это не только место для готовки, но и столовая, где собирается вся большая семья. Вот в таких больших кастрюлях по 7 литров варю своей семьей. Иногда по три раза варю на день. Если приготовить на четверых мужчин программа «Минимум», то разнообразить рацион – максимум. Задачи, над которой каждый день ломают головы хозяйки во всем мире, мама Аня решает на раз-два. Достаточно спуститься в подвал. Разносолы в несколько стройных рядов. Тут для семьи и первое, и второе, и компот. А ведь все это тихое, домашнее, многодетное счастье могло закончиться 12 лет назад. Всего через год после рождения тяжело. И, казалось, безнадежно заболел Рома. Диагноз «Рак четвертой степени» прозвучал как гром среди ясного неба. Все силы и средства были отданы на спасение ребенка. Единственным маминым желанием стала жизнь сына. Врачи прогнозов не давали. Каких вообще? Или выживете? Все равно мы старались, лечили, надеялись. Вот результат, вы лечили. Она выстояла, но сделала это не одна. Рядом всегда были муж и их родители. Вместе они помогли и помогают преодолевать трудности, связанные с воспитанием пятерых детей. Моя Аня – любимый человек. Добрая, душа у нее. Подарки они делаете? Ну да. Какие? Разные. Ну, например, последний ваш подарок какой для вас? Ну, машину подарю. Свою многодетность, которая как ген передалась от родителей, мама-героиня геройством вовсе не считает. Тем не менее, орденом матери гордится и бережно хранит. Уверена, главное для мамы не регалий, а улыбка здоровых и счастливых детей. Татьяна Будгусаим, Юлия Кравчук, Александр Яченко, телерадиокомпания «Брест». Татьяна Будгуса. Татьяна Будгра Юлия Кравчук, Александр Яков «Брест» запрещенная хранит. Продолжение следует...